Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Чайпашки Ниндзя Легенды. Играем мы сегодня составами от подписчиков в испытания Космические Странности. В этом испытании 8 эпизодов и первым написал и оставил в своих состав подписчик с ником Владус Владус. Попросил он для первого боя взять Крипа. Да, он первым написал, друзья, иду строго по очереди, чтобы никого не обижать. Итак, Крип, Астрозуб, дальше у нас Тиранка. Вот, отлично. Кроме того, Тигриный Коготь и Крэн Классический. Вот, замечательно. Итак, Тигриный Коготь здесь и Крэн Классический. Да, вот еще что-то написал подписчик, чтобы я передал ему привет. Итак, большущий привет еще подписчику с ником Владус Владус. Вообще-то, привет я передаю только в состав от подписчиков на турнире, но прочитав его состав, я взял его состав. Ну что ж, друзья, начнем первую битву и Тигриный Коготь наносит очень мощный удар мечеты, отправляя первого Крэнка на летающей платформе на перерождение. Дальше у нас Крэн Классический усиливает атаку нашего отряда, вынимая себя из своего же костюма робота. Ну что ж, это выглядело забавно. А дальше Крип вытягивает жизнь с Крэнка, поглощает. А вот Астрозуб просто ударом плеча добивает уже оставшегося Крэнка. И мы переходим к следующей волне. Ну что ж, замечательно, друзья, неплохо идут наши герои, здорово выглядит. И дальше у нас удар Астеранка. Мой любимый персонаж и любимый удар. Вот выстрел из пулемета просто скашивает, сминает, вот сливает первую, вторую волну без проблем. И мы переходим к третьему. Ну а здесь уже встречает наша команда космических монстров, плюс Бакстер, Стокман, ну вот немножко крыс. Ну что ж, начнем понемножку выбивать крыс, а потом возьмемся и за других героев. Хотя, друзья, давайте-ка я использую, опять же, любимую атаку Крэнка классический. Вот так здорово потеряет штюпальца, призывает огромный технодром, который стреляет плазменным лучом. И просто вот сметает оставшихся врагов, и мы празднуем идеальную победу. Вот просто-просто супер. Ну что ж, отличнейшая команда, отличнейший бой. И наша награда это ДНК Джастина. Вот просто чудесно. Супер. Ну что ж, друзья, беру следующую команду от подписчика с ником Ниндзя Ниндзя Черепашки. И вот попросил, чтобы я взял для этого испытания его состав. Супер Шреддер. Ага. Вот. Супер Шреддер где-то здесь он есть. Крэнк классический. Отлично. Раф ведение, Лео ведение. Ну что ж, команда очень крутая. Так, мне нужен Раф ведение и Лео ведение. Вот, Раф и Лео. И пятый герой это Усаги Эдзимба. Ну что ж, вот состав просто имбовый, то есть хитовый, крутой. То есть таким составом я бы пошел в любую битву. Очень круто. Выглядит наш герой и сразу же усиливает скорость нашего отряда Лео ведение. Вот выставляя флаг, теперь здорово, наши герои смогут двигаться побыстрее. Кроме того, я прокачиваю и дополнительную защиту от Усаги Эдзимба. Кролика самурая. Теперь кроме дополнительной защиты у нас появилась и контратака. Вот. Думаю, стоит ли прокачивать постепенно исцеление. Да, давайте-ка все же прокачаем. Вот благодаря сердцу Супер Шреддер активирует его и в нас появляется постепенное исцеление на три хода. Вот. Кроме того, есть возможность прокачать дополнительно атаку. Но лучше давайте-ка я атакую при помощи ядерной бомбы Крэнга классического. Вот так здорово. Плюет, наносит тар и без проблем сметает первую волну. Что ж, это было круто. Мы переходим ко второй волне, в которой нас уже ожидает. Опять же, Крэнг на платформах плюс люди-грибы. Вот. И начнем поджаривать немножко этих монстров. Итак, огненная атака Рафа-Видения поджаривает очередного монстра, что просто здорово. А остальных просто подорвем при помощи левого видения. Вот так здорово бросает тыкву, подрывает ее стрелой и мы без проблем проходим вторую волну. Супер. Ну что ж, третья волна и уже появился Армагон. Плюс нейтрализатор и плюс Бакстер Стокман. Итак, один из сильнейших ударов в этой игре это удар катаной у саги Зимба. Смотрите, какой ярости кролик самурай и без проблем вырубает мутировавшая таракана терминатора. Дальше метает свои костяные кунай Супер Шреддер. Опять же, отправляя очередного монстра на перерождение, а Крэнк классический все же усиливает нашу атаку. Вот просто-просто чудесно. Ну что ж, посмотрим, что наши герои смогут сделать. Вот и очередь приходит к Рафу-Видению. И я использую его суперудар. Это огненный торнадо. Он просто выжигает здоровье у врагов. И мы празднуем победу. Вот состав просто суперский. Вот действительно, этим составом, в принципе, можно было идти на любого врага и в любое сражение. Ну а пока мы, друзья, берем третий состав от следующего подписчика. И это подписчик с ником Черепашки Ниндзя Бро. Вот такой вот ник Черепашки Ниндзя Бро. И его состав Тигрен и Коготь. Сплинтер. Кстати, я сплинтера сразу уже увидел. Давайте-ка возьму. Где-то здесь, в конце Тигрены Коготь. Вот замечательно. Дони Мультик, Шреддер Мультик и Зек. Вот я увидел Шреддера Мультика. Давайте-ка возьму. Вначале у нас идет Дони Мультик. Ну а Зека сейчас мы посмотрим. Он где-то посередине. Надеюсь, удастся его найти быстренько, без проблем. Вот он. Что ж, супер. Итак, очень интересный состав от подписчика с ником Черепашки Ниндзя Бро. Итак, в первой волне она встречает белканоиды. И Зек пытается выбить первого при помощи шлема Бумеранга. И у него довольно-таки неплохо это получается. Подмораживаем при помощи морозного бластера очередного белканоида. Неплохо справился Тигрены Коготь. А вот Шреддер Мультик призывает Ниндзь, который добивает последнего белканоида. Сам он, видели, пошел в атаку. Ну что ж, без проблем удалось уничтожить врага. И мы переходим ко второй волне. Ну что ж, надо усиливать наш отряд. И Сплинтер медитирует на шесте. Вот. И у нас появляются положительные эффекты. Вот. У некоторых героев. Кроме того, давайте-ка еще прокачать дополнительную защиту. Благодаря доним из мультика. И попробуем поджарить врага при помощи световой бомбы Зека. Итак, удар электричеством. И вторая волна просто поджарена, уничтожена и сметена. И мы переходим в третью. Ага. Итак, смотрите, друзья, как прикольно. Уже появились вражеские космочерепашки. Микки и Дони. Плюс Бакстер Стокман. Вот. Будем понемножку их выбивать. И первым пытается добить терминатор Токана. Это вот Тигриный Коготь. Шреддер из мультика тоже попытается справиться. Итак, удар с воздуха. Вот. Когтями Шреддера и очередной монстр уничтожен. А вот теперь надеюсь, что вот Сплинтер справится. Ударив тайной катаной Бакстера Стокмана. И удар получился очень даже неплохой. Ну что ж, друзья, попытаемся закончить бой. Просто зашвыряя космических черепашек сюрикенами. И Дони побеждает, добивает. И мы получаем идеальную победу. Что ж, друзья, супер. Итак, победа на 3 звездочки. И наша награда это ДНК нейтрализатора. Просто чудесно. Итак, четвертый эпизод. И четвертый состав от подписчиков. Давайте-ка я посмотрю, кто дальше написал. И это Ясин Хасханов. Попросил он состав Саблезуб, Рокзар. Рокзара я сразу же увидел. А Саблезуб находится в конце. Вот кто смотрел сериал. Это Ксевер Монтес. На которого попал Мутаген. И он превратился в Саблезуба. Дальше нам нужен Бакстер Муха и Тигрины Коготь. Вот странно, что сегодня очень много заказывали Тигриного Когтя. Ну, тем не менее, вот так. Итак, по-моему, друзья, всего 4 героя. Сейчас я посмотрю. Вот не ошибся ли я. Возможно, есть еще пятый. Итак, Ясин Хасханов. Состав для испытаний Космической страны. Саблезуб, Рокзар, Бакстер Муха и Тигрины Коготь. Да, все, всего 4 героя. Ничего страшного. Я думаю, мы вчетвером тоже неплохо должны сыграть. И надеюсь, победа будет за нами. Итак, вперед. И сразу же вот Рокзар воет на Луну. Привлекает внимание. Подхиливает наши герои. У нас получается целая куча положительных эффектов. А Саблезуб пытается вот закусать первого человека гриба. И, кстати, у него неплохо получается. При помощи кислоты Бакстер Муха выбивает второго. А вот Тигрины Коготь наносит удар мечеты. Супер. Ну что ж, первая волна пройдена без проблем. Переходим ко второй. Ого. И здесь белканоиды, гигантские роботы крэнгов. Ну и я надеюсь, что наши герои справятся. Итак, удар Рокзара костями сверху. Вот. Отправляет противника на перерождение. Саблезуб пытается справиться с белканоидом. Кстати, неплохо это у него получилось. Вот при помощи кислоты заплевал оставшегося монстра. А Тигрин и Коготь пытаются добить гигантского робота крэнгов. Ну что ж, вторую волну тоже наши герои неплохо прошли. Жаль, массовая атака только у Тигриного Когтя. У других врагов этого нету. Тем не менее, будем сражаться как есть возможность. Итак, ударом хвоста саблезуб выбивает белканоида. А Тигрин и Коготь наносят удар при помощи вот бластера. Массовый урон по врагам. И третья волна пройдена. А мы переходим к четвертой, где нас встречают боссы. Два ледяных... Два голема, прошу прощения. Один ледяной, а второй лавовый. Вот против этих вот боссов монстров как раз и будут сражаться наши герои. Ну что ж, посмотрим, кто справится с лавовым, а кто победит ледяного. Итак, Бакстер, Муха пытается вот напасть на ледяного голема и без проблем его запинал. Ну я, честно говоря, просто в шоке. Не думал, что он справится. Вот смотрите, Рокзар попытался справиться с огненным. Не получил. А вот Собизум уже без проблем его допинал. Что ж, друзья, отлично. Неплохой бой. Отличная победа. И мы идем с вами дальше. И следующий состав у нас от подписчицы. На начале давайте-ка я соберу награду. И это награда ДНК Рафаэля Космического. Супер. Ну что ж, пятый эпизод. И как я сказал, состав от подписчицы Дианы Парначева. Попросила Диана, чтобы я взял состав Бибоп и Рокстеди из фильма. Что ж, давайте-ка я их найду. Итак, Бибопа из фильма я нашел. Вот. А теперь надо искать Рокстеди. Где-то в конце, если не я не ошибаюсь, должен быть Рокстеди. Вот мультяшного я нашел. А где же Рокстеди из фильма? Да. Вот, друзья, нашел и Рокстеди из фильма. Дальше Диана попросила, чтобы я взял Раф мультика и Сплинтера. Неужели тоже только четыре героя? Сейчас, друзья, я проверю еще раз. Раф и Сплинтер. Итак. Диана Парначева. Состав Бибоп и Рокстеди из фильма. Раф мультик и Сплинтер. Да. Всего четыре героя. Ну что ж, ничего страшного. Я думаю, эта четверка тоже неплохо справится. И смотрите, как прикольно выглядит, что Бибоп и Рокстеди. И давайте-ка, друзья, я начну с массовой атаки. Итак, сразу же Бибоп метает гранату, которая без проблем уничтожает первую волну роботов-крэнгов. Дальше, к сожалению, друзья, у нас у героев нет массовых атак. Но надеюсь, что мы как-то справимся. Итак, ударом по уязвимым точкам Сплинтер пытается выбить. Одного из роботов-крэнгов на платформе. Неплохо. Давайте-ка еще второго. Пусть Меснино тнет свою дубину Рокстеди из фильма. Супер. Кроме того, стоит ли усиливать ярость? Ну, давайте-ка я пока уничтожу врагов, а потом уже будем думать. Итак, удар с разворота Сай отправляет очередного белканоида на перерождение. А вот Бибоп пытается ударом локтем нанести дальнейшие повреждения. Есть, белканоид уничтожил. Остался только вот мелкий крэнг, которого вот удар катаны уже завершает его существование. А мы переходим к третьей волне. Что здесь у нас? Опять же, белканоиды плюс люди-грибы. Ну что ж, будем понемножку уничтожать врага. Итак, удар Рокстеди вышибает очередного монстра. Раф тем временем усиливает атаку нашего отряда благодаря своей ярости. Но враги тем временем переходят в контратаку и прокачивают уклонению. Но тем не менее, вы видите, как здорово Раф выбил человека-гриба. Вот дальше уже атакует Бибоп ударами ножей, добивая очередного белканоида. Сплинтер тем временем продолжает медитировать, усиливая способности нашего отряда. Что, конечно же, здорово радует. А Раф тем временем контратакует, добивает врагов. А Рокстеди осталось только одно. Вот рычать и привлекать внимание. Вот что то же самое может сделать и Раф. Тоже только вот у Бибопа по одному, а вот у Рокстеди по другому. Вот у Рокстеди по одному, а у Рафа по другому. Тем не менее, третья волна уничтожена, а мы переходим к четвертой. Где у нас уже встречает целая куча космических персонажей. Раф и Дони космический, плюс Армагон, плюс вот Крэнги в платформах. Вот у тычком пальцев Сплинтер выбивает одного робота. Рокстеди дубиной уничтожает второго. А Раф пытается справиться с Рокстеди, с Дони космическим. Да, это был именно он. Бибоп из фильма добивает Рафа космического. Ну и вот остался только Армагон, которого тычком пальцем добил уже Сплинтер. Ну что ж, получилась идеальная победа. Вот немножко затянулось, мне кажется, без массовых атак. Очень трудно воевать нашим персонажам. Тем не менее, друзья, мы переходим на шестой эпизод. И дальше я беру очередную команду от наших подписчиков. И следующая подписчица это Люда Люда. Вот попросила она состав на испытания космические странности. Это Крис Брэдфорд. Ага, вот еще приписала состав. Называется Могучие Люди. Переспросила подписчица, чтобы я передал привет. Большущий привет, люди-люди. Ну и вот ее состав. Крис Брэдфорд. Крис Брэдфорд есть. Дальше Ксевер Монтес. Вот если не ошибаюсь, он где-то здесь. Да, вот. Кейси Джонс мультик. Отлично. Шредер мультик и Хан. Хан, Хана, кстати, я тоже где-то видел. Хан, 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 Хан. Где же ты спряталась? А да, вот Хан и Шредер мультяшный. Ну что ж, как по мне, состав очень даже неплохой. И давайте-ка, друзья, сразимся и посмотрим, что из этого получится. Да, в этом испытании тоже 4 волны. И, надеюсь, они неплохо сработают. И сразу же налаживает негативный эффект на врагов. Дебаф. Хан. Теперь защита у врагов уменьшена. А Шредер тем временем призывает своих ниньзь, который без проблем просто сминает вот первую волну. И мы переходим в второй, в который нас уже встречает белканоиды плюс вот роботы на шагающих платформах. И давайте-ка я усилю нашу атаку благодаря способности Криса Брэдфорда. А Ксевер Монтес наложит негативные эффекты дебафы. Вот, кстати, у Хана и у Ксевера Монтеса два персонажа, которые могут делать такой вот трюк. Вот, кроме того, попытаемся вот подорвать вражеский отряд при помощи гранаты Киси Джонса. Взрыв, удар. Вторая волна уничтожена. Переходим в третий, но, к сожалению, друзья, массовые атаки уже закончились. Дальше уже будем сражаться в ручном режиме. И вот Хан ударом ноги уничтожает гигантского робота Крэнгл. Вот Шредер ударом сверху. Вот летает буквально как Супермен. Вот своими когтями, видели, опять же уничтожил очередного врага. Вот Крис Брэдфорд ударил ноги, выбивает уже третьего. Ну и вот остались только роботы Крэнгл, уже какие-то помельче. Вот без проблем наши герои с ними справляются, уничтожают. И, скорее всего, сейчас будет битва с боссами. Если, конечно же, я не ошибаюсь. Нет, я ошибся, друзья. Сейчас битва вот с Лео Микеланджело космическими, плюс Армагон, плюс вот гигантские... Не гигантские, это просто роботы Крэнгл. Вот их и мы выбьем в первую очередь. Но давайте-ка я немножко подлечусь и усилию наш отряд благодаря способности Шреддера мультиашного. Ну а наши герои понемножку начнут уже добивать оставшихся врагов. Робот уничтожен, а вот теперь надо справляться с тем, у кого побольше массового урона. Хотя у них всех есть массовый урон. Давайте-ка я попытаюсь добить Микки, не получилось. А возможно Шреддер справится с Лео. И так тоже не получилось, друзья. Враг силен, но не надо отвлекаться. Все-таки давайте-ка я усилю наши способности. И Крис Брэдфорд пока прокачивает дополнительную защиту. А к север ударом и ножей все же добивает Микеланджело космического. Вот, но тем временем враги прокачивают себе тоже дополнительную защиту. Использовал образ капитана Ярояна. Вот, но все же Ватхан удалось выбить Лео космического. И остался только Армагон. Ну и вот я, друзья, надеюсь, что наши герои общими усилиями все же его запинают. Да, Шреддер мультяшный отправляет Армагона на перерождение. А мы празднуем идеальную победу. Просто-просто супер. Ну что ж, друзья. Итак, наша награда это ДНК Микеланджело космического. А я перехожу с вами на седьмой эпизод. Итак, давайте-ка посмотрим, кто из героев написал свой состав. И это состав написал Глеб Позыныч. Вот, попросил Глеб, чтобы я взял его со старым Бакстер Стокман. Тигринный коготь. Вот, просто супер. Очень много сегодня заказывают тигриного когтя. Крэн классический. Здорово. Бибоб фильм. Вот, и еще Рокстеди мультик. Вот, кстати, Рокстеди мультик здесь я видел. Ага, и давайте-ка еще найдем Биба Пайсфильма. Ну, в принципе, вы его сегодня тоже видели в сражениях. Тем не менее, вот подписчик попросил, и я иду навстречу. Итак, состав от подписчика с ником Глеб Позыныч. И мы идем, друзья, с вами в очередную битву. Что ж, друзья. Итак, целая куча роботов-крэнгов на летающих платформах. И я попытаюсь сразу же их уничтожить при помощи массовой атаки тигриного когтя. Ну, вот, неплохо сработал тигриный коготь, но, как видите, враг выживает ненадолго. Атака ядерной бомбой Армагона отправляет этих всех врагов на перерождение, а мы переходим к очередной волне. Итак, вторая волна. Вот, опять же, целая куча роботов-крэнгов на ходящих платформах. Итак, есть ли у нас массовая атака? Нет. Есть. Итак, Бибаб из фильма метает гранату, наносит массовый урон, но, как видите, враг выживает. Ненадолго ударная волна Бакстера-Стокмана добивает оставшихся врагов, отправляет их на перерождение, а мы переходим к третьей волне. Итак, целая куча гигантских роботов-крэнгов. Есть ли у нас массовая атака? Есть. Рокстеги из мультика просто поджаривает очередную орду врагов. Ну и вот, к сожалению, массовые атаки закончились. Что ж, будем бить чем есть. Вот, морозный бластер подмораживает очередного врага. Ах, крэнг классический призывает технодром. Итак, выстрел из плазменной пушки. Вот, нас уносит колоссальный урон, взрыв и очередной враг уничтожен. А мы переходим к пятой, прошу прощения, это четвертая волна, в которой у нас встречает уже полный комплект черепашек. Вот, вижу Раф, Лео, Микки и Доня, а между ними Армагон. Вот, очень чувствую, непростой бой будет, тем не менее, Бибоб ударом локтя пытается справиться с Микки и выбивает. Ну ничего себе, отправляет напереждение, а дальше уже срабатывают взрывные Маусеры Бакстера Стокмана. Хороший урон, хороший взрыв, но, как видите, враг выживает. Надеюсь, ненадолго. Итак, удар мечеты добивает еще Лео Космического, Рог стыдит пытается забодать Дони. Итак, ударом Рога отправляет Космического Дони на перерождение. Ну а тем временем уже Кран Классический пытается еще дополнительно усилить нашу атаку, хотя, как по мне, мы и так, в принципе, неплохо побеждаем. Вот, и так, сможет ли справиться с Рафом Бибоб из фильма? Удар ножами и Раф космический уничтожен. Остался только Армагон, ага, идет в атаку и пытается кого-то загрызть. Ага, и грызет он бедняжку Тигриного Когтя. Тем не менее, удар ракетами ставит точку и вбив в этом сражении. И мы переходим к очередной битве с боссами. Итак, вот эти два босса, Ледяной и Огненные Големы. Вот, массовых атак у нас не осталось, тем не менее, давайте-ка бить тем, чем осталось. Вот, в крайнем случае, если не будет так, будет, вот, дополнительных атак, будем бить первыми способностями. Что ж, начнем выбивать вначале Огненного Голема. Он какой-то у нас более сильный. И, надеюсь, Тигринный Коготь нанесет неплохой ему урон. Да, вот, большую часть жизни удалось снять, и Крэн классически его добивает. Огненного Голема удалось завалить, а вот теперь попытаемся справиться с Ледяным. Вот, где-то третью часть снимает Бибоб. Вот, а, надеюсь, Рок, кстати, уже его добьет при помощи Каменной Глыбы. Да, Ледяной Голем расплющен, и победа за нашим отрядом. Вот, просто-просто супер. Ну, что ж, друзья, итак, удалось нам победить и в этом эпизоде, и наша награда, это ДНК Дони Космического. А я перехожу к финальному восьмому эпизоду и к очередному составу от подписчиков. И это Юрий Артеменко попросил Юрий, чтобы я взял Алапекс, лисичку. Давайте-ка возьмем эту няшную, прикольную, классную лисичку. Вот, что интересно, в игре ее зовут Алапекс, а в мультике зовут Алапекс, а в игре просто ее назвали Лисичка. Вот, тем не менее, эту лисичку зовут Алапекс. Отлично, кроме того, Дони Ведения попросил от Юрий, чтобы я взял. Лисичка есть, нужен Дони Ведения, нужен Усаги Дзимба, отлично. Нужен Раф Космический, где он только спрятался в Рейдина. Раф, ты нам нужен для битвы, выходи. Вот, друзья, где-то... А, вот, нашел, отлично. Итак, Микки Ролевой, это для турнира возьми, пожалуйста. Извини, дружище, сейчас не турнир, сейчас мы играем с тобой, вот, испытания космические странности, но я думаю, вот, состав неплохой. Итак, а составы для турнира я беру только там, где мы играем составами от подписчиков в турнире. Пожалуйста, Юрий, пиши вот под теми видео, и я, конечно же, если попадет в первые 10 или там сколько получится для видео, возьму твои составы. Ну, а пока в бой с составом от Юрия Артеменко. Пять волн в этом состязании, в этой битве, и мне кажется, это получилось у нас довольно-таки вот адекватная, прикольная и классная команда. И сразу же массовая атака от лисички Алапец. Вот такой вот ниндзя Шиноби бежит в атаку, уклоняется от Сюрикена, вместо себя подставляет бревно и наносит удар со спины. И, как видите, уничтожает большую часть крыс. Одна крыса уцелела, но я все же, пока ей не буду добивать, пусть усаги Зимба прокачает дополнительную защиту плюс контратаку. Очень высокие уровни от противников, не стоит недооценивать. Один-два выстрела, и наш герой может погибнуть. Поэтому давайте-ка воспользуемся кольцом удачи. Вот Микеланджело Ролевого, и добьем эту крысу. Ах, это вредина. Вот кусает беднягу Рафа, налаживает негативный эффект дебаф, но Раф ее добивает. О, кстати, по-моему, прошел дебаф, хотя, возможно, и нет. Так, давайте-ка посмотрим. Нет, остался дебаф, это, кстати, уже не очень хорошо, но надеюсь, что Рафа не зацепят. Итак, Раф космически стреляет из бластера, поджаривает очередного белканоида. Вот, кстати, было бы здорово усилить нашу атаку, и давайте-ка я воспользуюсь этой способностью до неведения. Вот Рубик фигурку тигриного когтя усиливает нашу атаку, а лисичка Алапекс пытается запинать очередного белканоида. Ох, ничего себе, какой оказался крут, выживает, а некоторые даже контратакуют. Но я посылаю в массовую атаку Саги Димба. И он выхватывает две катаны, рубит направо и налево, и снимает большую часть жизни с белканоида. Ничего себе, он всех их просто сметает, вырубает, уничтожает, и мы переходим к третьей волне. Вот, порадовал Усаги Димба, ну и вот надеюсь, что порадует и Микеланджело ролевой. И он забрасывает вражеских роботов водными шариками. Вот взрыв, ух, ничего себе, троих удалось уничтожить, два выживает, надеюсь, ненадолго. Итак, одного из них поджаривает Рав Космический при помощи черепашонки, чемпи детеныша Космические Черепашки. Вот так, супер. А вот последнего, надеюсь, запинает проклятыми клинками лисичка Алапекс. Итак, удары и вражеский робот уничтожен, а мы переходим пока к четвертой волне. Итак, полный комплект Космических Черепашек плюс Армагон. Вот, и давайте-ка я выбивать того, у кого повышен урон. Как видите, зеленый треугольник, урон повышен по Донни Космическому, по Армагону уменьшен. Я надеюсь, что каменная глыба Донни Ведения нанесет хороший урон. Так, взрыв, и выживает. Выживает. Вот, а вот теперь Усагин Зимба, и я попытаюсь справиться с Микки. Удар Катаной, очень мощный удар, урон повышен, и Микки выживает. Итак, в Раф все-таки силен, друзья, не просто его будет победить, но, возможно, поможет массовая атака Микеланджело Ролевого. Выстрел из Вантуза, да, добиваем Микки и Донни. Удалось нанести немножко повреждения Лео, Рафу и Армагону. И давайте-ка добивать вот Лео. Вот, мне кажется, он сейчас самый сильный противник. Вот, было бы здорово его убрать, пока он не контратаковал. Не сумел, не сумел справиться Раф Космический, но, тем не менее, друзья, я надеюсь на лисичку Алапекс, то она все же добьет Лео. И так, и не сумела, друзья. Хотя она пробует добивать, да, вот, со второго удара ей удалось справиться, а Армагон, тем временем, взбрасывает наш отряд. Вот, огромный метеорит, ох, я в шоке. Снимает большую часть здоровья. Нет, не больше, но где-то третью точно удалось врагам снять. Вот, плюс удар хлыста наносит дополнительные повреждения. Кстати, это, друзья, уже очень нехорошо. Тем не менее, надо добивать врага. И так, до неведения метает молот, выбивает Рафа Космического, а нам надо сейчас общими усилиями запинать Армагона. Вот, неплохо проходят проклятые клинки Алапекс. А Иусаги Зимба добивает Армагона, и мы переходим к битве с боссами. Итак, финальная битва, финальные боссы. Вот, здоровье нашего отряда пошатнулось, но все же я надеюсь на победу. Причем на идеальную победу на 3 звездочки. Ну, посмотрим, что у нас сейчас получится. Объединяется Лавовый и Огненный Голем. Лавовый и Огненный Голем пробует, кто сильнее, и пытается победить наш отряд. А я пока, давайте-ка, вот попытаюсь справиться с Лавовым Големом. Причем урон по нему повышен. И Микки Ролевой снимает где-то третью, возможно, четвертую часть. И да, вот следующий удар еще наносит повреждения. Ну что ж, возможно, сейчас Раф добьет этого Голема. И что же, Раф не сумел? Раф не сумел справиться, но дополнительный удар отправляет противника на перерождение. Да, вот видите, друзья, над нашими героями висели по два меча. То есть, это две дополнительные атаки. А вот вообще о положительных и отрицательных способностях мы можем посмотреть в настройках, вот где у нас параметры и информация. Вот информация. Что ж, супер, Лавового Голема удалось победить. А теперь давайте-ка попытаемся справиться с Ледяным. Не сумели наши герои нанести повреждения. Ой-ой-ой, и так погибает, погибает Лисичка Лапекс. И идеальной победы уже не получится. Что ж, обидно-досадно. Усаги пытался добить, не получилось. А вот точку, возможно, поставит Микки Ролевой. Да, Микки добивает Ледяного Голема. И мы празднуем с вами, друзья, идеальную победу. Что ж, супер. К сожалению, не получилось идеальной победы. Не выдержала Лисичка Лапекс этого удара. Тем не менее, вот такой вот получился сегодня у нас финальный бой. На этом сегодня, друзья, я уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. И я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. А чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч.